В Свердловской области во вторую смену обучается более 70 тысяч школьников. В соответствии с установками президента России, задача Свердловской области в сфере образования на предстоящий период создания дополнительных мест в школах и обеспечения комфортных условий для обучения. В том числе с акцентом на развитие инженерно-технического образования. Об этом 7 апреля сказал губернатор Евгений Куйвышев в ходе заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта образования. Благодаря демографическому росту число школьников Свердловской области растет. Сегодня у нас более 440 тысяч ребят школьного возраста. Особенно высокими темпами растет число первоклассников с 46 тысяч в 2010 году до 52 тысяч в 2015 году. В связи с возросшими потребностями школьников необходимо создать принципиально новую систему управления качеством образования. Эта важная задача сформулирована стратегией социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года. Начиная с этого года мы приступаем к реализации проекта качества образования как основа благополучия. Одним из основных параметров которого является перевод школьников на обучение в одну смену. По словам министра общего и профессионального образования Юрия Буктуганова, задача первого этапа реализации стратегии 2030 – обеспечить односменное обучение для школьников начальных классов, а также учеников 10-11 классов. Второй этап программы предполагает к 2025 году создание условий для обучения в одну смену учеников среднего звена. В настоящее время обучение в две смены организовано в 373 школах. Из общества количество уральских школьников более 70 тысяч – 15,9% – обучаются во вторую смену. Учитывая прогнозируемую потребность, в последующие годы в рамках муниципальных программ планируется построить 157 новых зданий школ, провести реконструкцию и строительство пристроев для 31 образовательного учреждения и капитальный ремонт 181 здания. По информации министра, для решения масштабной задачи планируется привлечение средств федерального бюджета. В Москву уже направлена заявка на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в школах. Губернатор также отметил, что еще одним важным пунктом стратегии 2030 является проект «Педагогические кадры XXI века». Направлен этот проект на подготовку учителей нового поколения, высокообразованных, мотивированных, умеющих непрерывно повышать свою квалификацию. И, конечно же, в 2016 году мы уделим пристальное внимание реализации программы «Уральская инженерная школа» и в целом дальнейшему развитию системы подготовки инженерных и рабочих кадров. Особую роль в этой работе играет УРФУ – вуз, входящий в международные рейтинги по качеству образования, спектру специальностей и ряду других параметров. По словам ректора вуза Виктора Кокшарова, УРФУ занял хорошие стартовые позиции и стремится к новым достижениям. Будет объявлен пилотный проект «Новые инженерные кадры» для Российской Федерации. Мы обязательно войдем в число этих пилотных университетов и будем готовить инженеров по новым форматам, которые соответствуют веяниям времени, которые в своем обучении будут и по результатам обучения более гибкими, более приспосаблены к интересам производства. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы активно реализовывать социально-экономическую стратегию Свердловской области на период 2030 года. В этой связи, пользуясь случаем, хотел бы обратиться с просьбой рассмотреть возможность принять, как это сделано в ряде субъектов федерации. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы степень участия всех наших университетов в программе «Уральская инженерная школа» была более высокой. Сегодня программы «Уральская инженерная школа», понимая, что это региональный формат, региональные средства, в основном направлены, это понятно, на средние учебные заведения, но нам нужно продумать и форматы вовлечения вузов наших университетов. Пока это все дается на откуп самим университетам с использованием их средств и возможностей. Губернатор поручил внести предложение ректора в протокол заседания и рассмотреть их. Также в ходе заседания главы муниципальных образований поделились своими наработками в сфере развития сети образовательных учреждений и реализации проектов «Уральской инженерной школы». Так, в Верхней Пышме создана инженерно-техническая школа, в рамках которой каждое крупное предприятие реализует свой проект. УГМК «Холдинг» оборудовал кассы робототехники и электроники, уральские локомотивы – классы для спецконструирования. Еще ряд предприятий обеспечили поставку 3D-принтеров и работу школьников по проектированию. Напомним также, что в 2015 году в Свердловской области на базе Дворца молодежи открыто 11 новых площадок по развитию инновационного технического творчества и образовательной робототехники. В рамках проекта «Школа юных пилотов» прошли обучение 200 детей из 13 муниципалитетов в ходе реализации проекта 3D-принтер в каждую школу. В школах области было установлено 25 комплектов оборудования и проведено обучение сборки 3D-принтеров. Также реализация мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» позволила Свердловской области занять первое место в рейтинге участников движения WorldSkills среди субъектов Российской Федерации. Направить трех участников в составе национальной сборной России на чемпионат мира WorldSkills в Сан-Паулу и выиграть конкурс Министерства образования РФ по созданию межрегионального центра компетенции WorldSkills.